Славься, славься ты, Русская, славься ты, Русская, наша земля, забудет в обеде веков всегда, любимая наша родная страна. Так вот, как раз я перехожу к проблеме моделей и мифов. Модели и мифы о прошлом. Каждый человек, каждый из вас имеет свой миф, то есть образ истории, свой личный миф. А смысливое прошлое, субъект, ну имеется ввиду мыслящий субъект, ориентируется в настоящем и выстраивает понятную ему модель в будущем. Ну, люди попроще, это как бы прожить до следующего месяца, до следующих выборов, продержаться. Как правило, людям ближе и понятнее их личный опыт, опыт их родных, опыт своего поколения, например, ветеранам войны. А у детей, вот моя жена детский педагог, у детей маленьких историческое знание вообще отсутствует. Вот я хочу вам привести пример из моего личного педагогического опыта. Одна моя ученица школьного возраста, когда я рассказал про музыку, она сказала о старых песнях Аллы Пугачевой. Она говорит, о, какая древность. А девочка не имела ввиду возраст, возраст знаменитой певицы. Просто музыка 70-х и 70-х годов прошлого века для нее это что-то очень далекое от ее ультра-современного сознания. Дальше, большое значение в оценке тех или иных оценок имеет местонахождение наблюдателя, о чем я вам говорил. Субъект созерцающий, например, мир, который находится внутри объекта, ну в Москве, в Кремле или мы с вами. Мы видим мир по одному, а из Берлина совершенно по-другому. Я вот читаю на иностранных языках, постоянно получаю литературу, но мы раньше бы сказали, что это немецкая пропаганда и так далее. Но на самом деле это просто другой мир. Вы с помощью мыслей представьте себя немцем рожденным, и вы сразу по-другому видите историю Советского Союза. Представьте себя китайцем на одну секунду, и сразу по-другому вы будете воспринимать проблему Востока. То есть, все зависит от субъекта, очень многое. Внутреннему взгляду характерно породнение, как я говорил, с объектом, то есть с прошлым. А внешнему из мне, например, поверхностный, туристический или корыстный интерес и прикладной страноведческого характера. Я работал, допустим, одна из моих работ была в США. Там есть хорошие специалисты по России, но они что занимаются? Статистикой занимаются, описанием экономических моделей, всячески нам предлагают эти модели, да? Они потом и работают. Потому что они не сроднились, они не изнутри смотрят, они смотрят извне, им все равно. Они смотрят извне, им все равно, что будет. Им эксперимент главное, чтобы был реализован. Грант получил, эксперимент прошел, все нормально. А то, что люди умирают миллионами, не так важно. Поэтому оптимальная модель мира, нашего русского мира, нужно сочетать внутренний взгляд изнутри и извне. А почему внешний тоже имеет, например, право быть? Он более, например, современный, а этот более традиционный, консервативный внутренний, а там более современный. Там привлекаются, допустим, статические данные, математические расчеты. Но одним словом, надо все хорошие знания соединять, и внутренний, и внешний. Личный миф или проект может развиваться до авторской концепции. Вот здесь самое интересное начинается. До теории или целой субъективной идеологии. Идеологии. Например, наша драматичная история имеет такую страшную страницу, как, например, историю запрета книг. Вот я об этом буду сегодня, вот после перерыва, там, в рамках экстреграфии говорить. Когда вся, фактически, дореволюционная литература просто сжигалась и уничтожалась. До чего могут дойти амбиции идеологов до инквизиции? Или политических фанатиков? Ну, более свежий пример, просто так освежить, чтобы был такой известный журналист Сванидзе. Он инициировал обсуждение учебника по русской истории в МГУ. Написали ученые учебник, не понравилось Сванидзе условно, и он высказал свою точку зрения. Но это его личный взгляд, понимаете? И принято решение изъять учебник, уволить с кафедры, понимаете, что происходит? Вот это для меня, как профессиональный историк, это просто катастрофа, это большая проблема. Люди, не специалисты, учат других, как писать. Да. Да. Есть люди не только хотят ухудшить, допустим. Есть люди хотят улучшить. Например, известный специалист по древней письменности, академик Чудинов, реконструирует, то есть создает, в русском духе, я называю это моделирует, любые абсолютно надписи средних веков и даже каменного века. Сейчас он дошел уже до такого абсурда, что читает по-русски вспышки на солнце и кратеры на луне. У него это называется селенографы и гелиографы. Субъективный взгляд. Субъективный взгляд. Очень продаваемый автор. Год по две-три книжки. По силе воздействия миф, как анекдот, часто оказывается сильнее исторической правды. Вот трагедия где. Для человеческого восприятия он проще и понятнее. Иногда даже приятнее слуху и комфортнее. Не надо много думать, не надо изучать многие дополнительные источники, не надо ходить на лекции, не надо слушать профессионалов. Но, как говорится, дешево да мило, не менее существенной особенностью современного русского сознания является гуманитаризация истории. Это значит, что в образовании, в солидном, в академическом образовании, в министерском образовании, в средствах массовой информации предпочтение отдается литературе и искусству. А не науке и не технике, включая военное искусство, которое вообще не изучается. Широко я имею ввиду. Мы являемся свидетелями распространенного культа артистов. По-русски их называли лицедеи. Они каждый раз играют новую роль, другую роль. Ягод сыграла столько ролей в своей жизни. Ягод сама уже не помню, кем я только не была. А не культ ученых и первооткрывателей или героев. Религиозная, православная традиция свято почитает святых. Для этого есть иконы, святцы, чети именей, особые молитвы и обряды. Однако, в церкви, например, не принято говорить о гениях науки и техники. Но это по понятным причинам, как бы это не является миссией церкви. Консервативные философы, кстати, не очень любят прогресса. Я не буду цитировать русских религиозных философов сейчас. Но они были против поезда, соответственно, против самолета. Были такие консервативные философы. И потом против интернета. И сейчас против нынешних веяний. Но техника это инструмент. Технику можно использовать по назначению. Вот что главное. С другой стороны, среди современных ученых немало атеистов или позитивистов, которые не хотят ограничивать свои знания религиозными канонами, боятся религиозного сознания и становятся, как я сказал, позитивистами. Другая опасность. Что возникает в результате? Конфликт мировоззрений. В начале советской эпохи этот конфликт дошел до настоящей войны. Без божников с церковью. Но это общеизвестно. Разружались храмы. Вот храм Христа Спасителя, который мы восстанавливали. Там был бассейн. Священников убивали. Отправляли в ссылку христианскую литературу. И историческую, и многую, как мы говорим, сжигали. А сейчас наметилась обратная тенденция. Война идет идеологическая. И некоторые клирики уже начинают размышлять в духе инквизиции. И тоталитаризм. Один с батюшкой недавно написал. Я, говорит, поддерживаю список запрещенных книг. А у нас-то знаете сколько уже сейчас? Тысяча названий. Полторы тысячи уже. Как я отстал? Вот я отстал от этой истории. Полторы тысячи. А один свящий. Я, говорит, поддерживаю. Говорит, надо. Вы понимаете? Они оправдывают новые списки запрещенных книг. А нафинствуют свободных мыслителей. А что говорил Михаил Илановосов? У Бога я в дураках ходить. Не хочу. Ум для чего? Ум всему голова. Вот эта борьба идеологии приобретает совершенно причудливые формы. Много пик и перьев ломается на этнической почве. На национальной. Когда любовь к своей родине доходит до крайности, до шовинизма. Ну свежий пример у нас у всех на глазах. Это Украина. Это исконная Русь. Которую мы проходили в школе и везде. Это во всех былинах, сказках. Ну мы знаем почти наизусть. Открываем учебники. Там целая индустрия налажена. Которая занята истолкованием прошлого в духе современного политического мифа. И читаем об украинских князьях. Потом я читаю книжку «Украинские богатыри». И даже об украинских богах. Вот то, что старославянский язык, давняя украинская мова, это уже само собой. Но господа. Да. Наталья Витренко уступала на одном семинаре. Бывшие преступники подаются как национальные герои. И на ворот героев унижают. И придают забвению. Но, уважаемые господа, я не хочу на Украину списать какие-то грехи и особенности. У нас в России тоже доходит порой до необоснованных фантазий и даже до паранойи.